Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 29 мая, понедельник. Сегодня в Соединенных Штатах общенациональный праздник, День Побиновения. Это типа эквивалент известного в свое время в Советском Союзе Дня Победы, но это несколько другой праздник. Это не цоканье копытами по мостовой, не грохот гусениц бронетехники. Это такой камерный, минорный праздник, когда люди тихо идут на кладбище к поминальным стенам, мемориальным стенам, поминают павших в прошедших войнах, а также тех вообще близких, которых уже с нами нет. Вот, я бы сказал, очень трогательный праздник, очень спокойный, кроме за одним исключением. В этот день в Вашингтоне проходит знаменитый выезд мотоциклистов, то есть со всех Соединенных Штатов собираются здесь байкеры, их сотни. Они выруливают центр города и там куролесит некоторое время, но тихо, спокойно, без мордобоев, без пьянок, купаний в бассейнах. Все проходит торжественно и, я бы сказал так, многозначительно. Ну, а поскольку сегодня затишье в политической и вообще общественной жизни, медийной жизни страны, я решил вам выполнить обещание, которое вы мне много раз напоминали, и рассказать о Андрее Ермаке. Тем более, что совсем недавно вышла статья, ну как, примерно пару недель назад вышла большая статья BBC, и вот про эту статью меня и просили прокомментировать, что я сейчас и сделаю. Прежде всего, значит, примечательно следующее. И если кто следил за тем, как в Российской Федерации освещают деятельность Андрея Ермака, они, наверное, заметили, что о нем там российских СМИ как о покойнике. То есть ничего. Надо еще и ничего или ничего, или хорошее. До сих пор ничего. Ну, вот пару недель назад я заходил проверить температуру к мадам Скоробеевой. Там оглашали список целей возмездия Кремля в Украине. Наверху там был даже президент Зеленский, туда подалека включили. В общем, кого-то там не было, кроме Ермака. Он не упоминался совершенно. И вот это такая первая большая статья. Примечательно, что статья, статью подготовила русская редакция BBC. Хотя там есть и украинская редакция. И журналисты, которые поставили подпись под ней, это имеют украинские фамилии. Но что важно, еще раз повторяю, это то, что это русская редакция BBC, потому что вот за последние 20 лет, с тех пор, когда у России появились большие деньги вследствие астрономических цен на нефтепродукты, в былых вражеских голосах произошла существенная метаморфоза в освещении Российской Федерации. Появилась такая непонятная либеральщина, Путин-ферштейнщина. Ну вот, Deutsche Welle, казалось бы, но она, в принципе, всегда была такая, по сравнению с другими, более-менее либеральная. Но сейчас вот меня просто повергла в изумление новость, что русская редакция BBC, то есть, простите, Deutsche Welle, она избегает любых реально критических материалов против Кремля и Путина, потому что они считают, что их аудитория – это все российское общество, включая 85%, сколько их там, ваты. Поэтому их тоже нельзя обижать, поэтому надо на проблемы, как это говорил, помните, Федя в операции «И», на проблемы надо смотреть ширше, а к людям надо помягче. Ну вот так вот примерно происходит из BBC. Тут что интересно? Не только то, что они написали, тут еще более интересно, что они не написали. Поэтому вот сейчас мы соединим то, что они написали, то, что они не написали, и добавим то, что мы знаем, и мы получим замечательную картину. Итак, статья рисует господина Ермака как вице-президента, то есть, его полномочия – это полномочия, эквивалентная вице-президенту Соединенных Штатов. Тут же категорически не соглашусь. Вице-президенту США такие полномочия, которые есть сейчас у Ермака, даже не снились. Я вам больше скажу. Такие полномочия не снились даже президенту Соединенных Штатов Америки. Потому что невозможно представить, как президент США берет телефон, звонит спикеру парламента и говорит ему, «Слышь, там собирается один из твоих конгрессменов, он вице-президент Пассе, отправится туда навстречу, так вот ты его туда не пускай». И спикер берет под козырёк и говорит, «Так точно, товарищ президент, не пущу». И не пускает. Но это просто бред, это невозможно представить. А в России, то есть, в Украине это возможно. Ермак может позвонить в Раду и не пустить украинского парламентария. Причём парламентарий закона туда избран, в отличие от Ермака, которого никто не избирал. И нет такого закона, который объяснил бы, или указ, который бы объяснил вот эти все полномочия, которые он сейчас исполняет. Поэтому это не вице-президент. И даже не президент. Это регент. На всякий случай напомню. Регент в монархических домах Европы был человек, которого назначали или по наследству, или в завещании, или там группа лиц собиралась. И давали ему полномочия управлять государством, королевские полномочия или царские полномочия, потому что законный наследник, или он был слишком маленьким, несовершеннолетним, или не мог отправлять свои обязанности по умственным или физическим показателям. Ну, исторический пример я вам переведу из российской истории. Таким регентом был Бирон, которого на эту должность назначила в своем завещании императрица Анна Иоанновна, поскольку наследник, Иван Антонович, если я не ошибаюсь, он был грудным младенцем, и вот на 17 лет, пока он не станет совершеннолетним, дали Бирону эти полномочия. В литературе известнейший персонаж Ричард Третий, вышедший из-под пера Уильяма нашего товарища Шекспира, этот кровавый монстр, который добился назначения регента, перебил всех законных, более-менее наследников, дорвался до власти, но затем был... плохо закончил. Он был разбит, последними его словами перед смертью были корону за коня, он отдавал корону, чтобы дали ему коня, на который он мог бы смыться. Всегда вот это регентство, чаще всего, это было время смуты в государстве, страшное зачастую время, да, та же Анна Иоанновна, кровавое время, и часто они заканчивали очень плохо. ПБС объясняет, как это получилось, концентрация таких полномочий в руках этого человека. Она в статье пишет, что это происходит, произошло в результате странного законодательного вакуума. То есть, вот такой пробел есть якобы в украинском законодательстве, в Конституции, которое не может воспрепятствовать, когда буквально черт из табакерки получает полную власть в государстве, не будучи на это ни избранным, ни должным образом назначенным. И вот в этой связи я вам скажу одну мысль, которая меня терзает. Каждый день я читаю от своих зрителей, слушателей вопросы, ну, когда же мы войдем в НАТО, в ЕС, я им всегда говорю, две проблемы, коррупция, российская агентура, ну, вот, это последний, еще один свежий пример. вот это, ну, нельзя с таким государственным устройством быть принятым в НАТО или в ЕС. Это не европейское государство, я имею в виду государство, государственная структура. Это азиатщина, которая ближе по своей природе к Мордору гораздо ближе, чем к реальным государствам, европейским государствам. И пока этого не будет, не произойдет, можно с утра до вечера выступать президенту Зеленскому на различных форумах и требовать, просить принятия, ему будут обещать, но никогда этого не произойдет, реально, пока слова руководителей, представителей государства не, пока за ними не последуют реальные действия. Нужно привести государство, то есть, страна готова, народ вооруженной силы готовы, нужно государство, чиновный люд, институты привести в соответствии с западными требованиями. Пока об этом только разговоры в основном, пора приступить к делам. Далее статья объясняет, кем он был и описывает до того, как он стал. И тут тоже интересно, то есть, удивительнейший пробел в знаниях русской редакции BBC о том, чем, кем был и занимался господин Ермак до того, как занял эту высокую должность. тут кратко описывается, что он занимался, работал в киноиндустрии, познакомился с кем-то из Голливуда, и вдруг, бат, все. Но, то есть, никакой логики. Тут важно то, что не заметили или предпочли не заметить в этой редакции. прошлое господина Ермака, политическая жизнь, так сказать, как он готовился к этой судьбоносной роли, управлять государством, сложнейший момент и страшный момент его истории. Весь политический опыт ограничен восьмию годами работы в качестве внештатного помощника, борца с российским паспортом Эльбруса Тадеева, который одновременно был членом известной по всему Киеву тогда, самой, пожалуй, опасной ОПГ, организованной преступной группировки Савлохова. Восемь лет нештатный советник. Вот, собственно говоря, и вся политическая карьера. Вечер Савгурс Тадеев в Российской Федерации. Он российский гражданин. Сообщается также, можно просчитать, есть и есть в украинских СМИ, можно найти живых свидетелей, почему-то BBC этим не озадачилось. А в 2013 году Ермак фактически, как утверждают источники украинских СМИ, управлял известным киевским бутиком Санахат. В этом бутике продавалось, кроме продукции известных домов моделей, продавалось контрабандное барахло из Китая и Турции. Санахат принадлежал старой подруге Ермака Оксане Хант, настоящее имя Оксана Мороз, которая еще в начале 90-х годов была известна киевской милиции и СБУ как прожженная аферистка и сожительница легендарного киевского бандита ассирийского происхождения Малик Заде. Как-то так, опять судьба толкала господина Ермака не в большую политику, а поближе к криминалу. На сайтах приводятся, сайты были этой компании, где бывшие сотрудники могли поделиться своими впечатлениями о работе там. Анонимные пользователи в 13-14-х годах называли Ермака не только вице-президентом магазина, но и монстром, который всеми манипулирует и не орет на вас только первый месяц работы. Далее еще один яркий эпизод биографии Ермака, который неизвестен русской службе Би-Би-Си, это его совместный бизнес с российскими представителями, в частности Рахамим Эммануилов, друг его отца, человек, который, если проанализировать его биографию, службу в Афганистане, теснейшая связь с российскими спецслужбами. Ну и помимо всего прочего, он был акционером банка, который Интерпромбанк, который выходил на самый верх российского руководства, там работали родственники, зятья, главы аппарата правительства Сергея Приходько, если вы помните, был такой пикантный эпизод, в сети появилось видео этого же самого Приходько на яхте с Дерипаской в компании с жрицей любви, назовем ее так, из Белоруссии, по-моему, под именем Оксана Рыбка. Так вот, согласно имеющейся информации, то есть, он не просто там, Ермак знаком был или находился в одном банке, он контактировал, причем, в очень важные моменты его политической уже деятельности, будучи уже на своей должности, вот, в частности, это касается Валерия Пономарева. Рагим, это самое, Эммануилов. Эммануилов является составной частью или членом неформальной, но компактной и известной Российской Федерации на самом верху в бизнесе, в политике, группы, которые называют горские евреи. Это, как это описывают, это небольшая, значит, район, деревни, несколько деревень в горах Азербайджана, выходцы из которых вдруг проявили невероятные способности в бизнесе. Двое из них, во всяком случае, до недавнего времени, являлись крупнейшими операторами недвижимости и даже фронтменами самого Путина в недвижимости, которую они контролировали в Москве. Туда же входит Ильхам Рагимов, однокурсник Путина по факультету, юридическому факультету Ленинградского университета, который первые дни президентства Путина как-то так сидел в Баку, не проявляя большой активности, но затем появился в Москве и стал весьма влиятельным и известным человеком в политических кругах. Помимо этого, Эммануилов основал фонд под названием «Взаимодействие цивилизации». Этот фонд был, так сказать, ответвлением более крупного фонда под названием «Диалог цивилизации». Это абсолютно конторская подставная компания, которая руководила СВР, создал ее господин Якунин, член кооператива «Озеро» и один из немногих реальных сотрудников разведки, которые там работали, я имею в виду, в окружении Путина. Он работал в организации объединенных наций под прикрытием во второй половине 80-х годов, то есть, в отличие от Путина, Рыжкина, за тему этого самого Патрушева, он реально знал, как это, что делается, знал Ребесло, и он создал вот этот «Диалог цивилизаций». Это была глобальная организация, щупальца которой простирались на весь мир, и она фокусировалась на обработке, вербовке, коррупционированию видных бизнесменов, политиков, созданию сети своих политических партий, группировок в Европе. На одном из этих мероприятий эстонская разведка застукала Якунина и задокументировала разговор с двумя эстонскими парламентариями, в ходе которых он давал им инструкции, как создать пророссийскую партию в эстонском парламенте, ну и давал им инструкции, что нужно сделать для того, чтобы незаметно они могли спокойно получать финансирование из Москвы. В сфере их деятельности этого же Якунина были такие люди, как Виктор Орбан, известный всем в Украине, наверное. Затем бывший президент Чехии Милош Земан, тоже большой друг Путина. Все они вот стали продуктом деятельности. Так вот, значит, взаимодействие цивилизации стало как бы так филиалом, более маленьким филиалом диалога цивилизации и в соответствии с профессиональным опытом господина Эммануилова она фокусировалась на страны Азии. Дальше Да, дальше как попал как попал господин Ермак в команду президента Зеленского. Тут, по большому счету, внятно в статье BBC не объясняется. Ну, добавим то, что я слышал, то, что можно узнать из открытых источников в Украине. Он иногда появлялся в ходе избирательной кампании в штаб-квартире Зеленского, но особой активностью тогда не отличался. Он появился уже потом, когда Зеленский стал президентом и получил для начала неприметную должность просто помощника. И вот здесь BBC приходит к нам на помощь, потому как она сообщает со всей пролетарской откровенностью что в самом начале президента Зеленского Ермак сменил Виктора Медведчука на неформальной должности главного коммуникатора с Москвой. И вот это блестящая фраза, потому что это так и было, и она объясняет, как черт из табакеврки туда появился, а я им сейчас расскажу, как его инфильтрували. Ну что значит сменил Медведчука? То есть главный коммуникатор между двумя воюющими странами. Ну это своего рода можно назвать типа посла. А посол, когда одна страна назначает другую, он должен получить в той второй стране агриман так называемый, то есть принимающее правительство должно согласиться принять его в качестве посла. Может и не дать, может дать. и агриман неформальный в данном случае должен был дать естественный Кремль. И в случае с Медведчуком при прошлой администрации Кремль так и сделал. Было заявлено, что мы будем говорить только по этим вопросам. А вопросы главным образом касались обмена пленными. Мы будем разговаривать только с Медведчуком. Хотите говорить об обмене пленных? Давайте Медведчука. И я помню еще до 19 года Медведчук как-то так описывали, как он там появлялся, как он вел переговоры. Нигде не было, трудно было найти его официальную должность, в качестве кого он там появлялся. В конце концов, смутно вспоминаю, кто-то из депутатов сделал запрос, на который последовал официальный ответ, что он представитель Украины на вот этих переговорах, контактах. То есть, для того, чтобы сменить Медведчука, известного, как мы знаем, дальних времен, агента КГБ под псевдонимом оперативным Соколовский, Ермак должен был получить такой же агриман. на эту должность должна была согласиться Россия, Кремль. И там должен был сидеть важнейший для Кремля человек. Почему? Потому что, ну, со сменой президента видимо, в Кремле взяли курс на достижение своих целей через политический процесс, переговорный. Вот это, вся эта мутата с формулой Штайнмайера, идея имплементировать или внедрить, инфицировать здоровое тело Украины при помощи этой раковой опухоли Ордло и таким образом поставить всю Украину под контроль. Видимо, Медведчика уже при новой администрации в Кремле видели новым гаулятором этого Ордло, который должен будет уже через парламент при помощи Ордло опираясь на громадное денежное влияние из Кремля, захватывать влияние во всей Украине через коррупцию в том числе и прежде всего. Ну, а на освободившуюся должность человека, который должен поставлять информацию из самой администрации президента Зеленского решили избрать Ермака. А дальше происходит классическая операция российских спецслужб, называется это продвижение агента, то есть это создание условий для того, чтобы развить его разведывательные углубить и расширить его разведывательные возможности. А для этого нужно продвинуть его выше, дальше, по, значит, или если это в бизнесе, то в компании, в бизнес-мире, в политике, в политике, в разведке, так в разведке, то есть показать ему успех и значимость. И Медведчук, и Ермак, они в этом смысле продвигались одинаково через переговорный процесс о обмене пленными. хотите, чтобы был обмен плены успешным, давайте нам тогда Медведчика, Ермака. И Ермак немедленно добивается успеха, тогда это был обмен, достаточно крупный обмен, по-моему, 35 на 35, в составе которого Украина вернула из российского плена, вернее это был не плен, а за решетки российской украинского режиссера Сенцова. То есть он доказал, он доказал свою эффективность и тут же он получает продвижение. Вот в разведке примерно так же первое главное управление, вернее это самое МИ-6 продвигало своего агента Олега Гордеевского, в Великобритании. Когда его завербовали, он был таким рядовым разведчиком, его завербовали, потом ему давали, подставляли лиц, которых он якобы вербовал, показывая свое умение и эффективность в штаб-квартире в Москве. С другой стороны, МИ-6 при помощи МИ-5 убирали его потенциальных конкурентов в резидентуре, кого скомпомитируют, кому подставу там подведут, завалит дело, кого там еще создадут какую-то неприятную ситуацию, кого выпрут просто персоной нонграта и таким образом его продвинули. Вот так это делается, отработанная система и его двигали по полной программе. И дальше наступает Оман, о котором естественно в этой статье ни слова, ну вообще ни слова. И странно, потому что без этого эпизода понять «Who is Mr. Ермак» очень трудно. Ну, я вам уже рассказывал, опять углубляться не буду. Понадобится, в будущем, надеюсь, понадобится, для этого будет, для этого сделаем отдельный эпизод, потому что он стоит сериала, скажем так, такого захватывающего сериала. Это была операция, предпринятая российскими спецслужбами через своего агента Ермака по вывозу президента страны в третью страну на конспиративную встречу с руководителем спецслужб вражеской страны. Ну так, проще говоря, это как бы летом 1941 года Берия вывез Сталина куда-нибудь там на Ближний Восток или какое-нибудь другое укромное местечко на встречу с Гиммлером. Это тогда, когда немецкие войска рвались к Москве и непобедимая легендарная терпела сокрушительное поражение. Это приблизительно так. Это измена. Это как если бы Черчилля в 1940 году опять тайно повезли бы на встречу с Геббельсом. Это примерно так, хотя и в большей степени, как вот Гесс, помните, да, памятный его, необъяснимый многим до сих пор перелет на самолете в Великобританию для встречи с Черчиллем. Ну, и закончилось, закончилось, он так и умер. Это спасло его от смерти, от повешения, но до конца жизни он оказался за решеткой. То есть, его тут же объявили сумасшедшим, потому что это так и есть. Так и есть. Я тогда еще мог понять Зеленского, человек, который совершенно в этом неускушенный, но Ермак, а с другой стороны над организацией об этой встрече логистика работал, его предшественник Медведчук, им должно было бы все понятно. И вот тогда, значит, и было достигнуто чего-то. Да я считаю на основании пока что имеющейся вот информации, оценивая все это в целом, что там был осуществлен жесткий наезд на Зеленского, да ему были поставлены, то есть, это был шантаж, жесткий шантаж, и не зря туда послали Патрушева. Могли бы какого-нибудь там мягкого дипломата, тонкого вербовщика, послали Волкодава. Это того Волкодава, который в 99-м году руководился взрывом домов в России, под завалами которых погибли сотни людей. И это было сделано для того, чтобы привести Путина к власти. Провалился он на Рязанском сахаре, с тех пор его так и называли. Мистер Рязанский сахар. То есть, само его присутствие вот этого убийцы, массового, я бы сказал, убийцы, что он может делать, сделать. Это был ясный сигнал. Ну и, видимо, значит, было поставлено, была проведена беседа жесткого шантажа, а чтобы не было сомнений в том, что шантаж может быть приведен в исполнение, был сбит украинский авиалайнер в небе над тегераном. Я вам скажу, я знаю кое-что взаимоотношение корпуса стража исламской революции и особенно их крыла кудз, которые называются это крыло боевиков, специалистов по террористическим операциям, по полувоенным операциям, достаточно крупным операциям за рубежом, за пределами Ирана, да и в самом Иране. То есть, им это сделать было. И после этого возвращение туда Ермак становится главой администрации и его полномочия самым широким образом расширяется в астрономической прогрессии. Как говорится в этой статье, он фактически подмял под себя всю внешнюю политику. Правильно, потому что для Российской Федерации тогда стратегия была через вот эти переговорный процесс инфильтровать или всадить эту раковую опухоль в здоровое тело Украины. что происходит дальше согласно статье дальше увольняется целая группа людей, которых здесь назвали Порошенковских послов, послов, которые назначили президентом Порошенко. И эта смена послов, о которой мало говорится в России, я не читал, кроме BBC, я нигде это не встречал в украинских СМИ, а это был самый примечательный момент, потому что он означал коренную смену политической ориентации. До этого она была одна, это Запад, Соединенные Штаты, НАТО, это главные партнеры, хорошие отношения с ними были, а вот замена послов, она значит, означает замену политической ориентации государства. То есть риторика она осталась, вроде бы, там Соединенные Штаты, НАТО, но на самом деле давайте мириться там, ну вот вся эта, надо перестать стрелять. Главным партнером внешнеполитическим у Ермака, поскольку он фактически полностью поставил под себя под свой контроль внешнюю политику, МИД превратился в какую-то совершенно ненужную контору, которая исполняла только то редкие функции, которые им поручали, а так Ермак творил. Главным его партнером был Козак, специальный представитель Путина. И главный курс был взят, переговорный процесс на Рашу. И что там происходит дальше? Дальше как пишется в статье BBC, Ермак втаскивает в Украину формулу Штанмайера. Именно он, как пишет в статье BBC, приводит к тому его деятельность, что украинское государство, то есть администрация Зеленского, принимает эту формулу. Но потом оказывается, что даже Ермак имеет какие-то ограничители, пределы возможного, потому что последовали протесты широкие в стране, забурлило, народ резко высказал свое недовольствие, она сразу раскусила это все, и после этого началась мутата какая-то, то есть со стороны Ермака, как-то так сказать, извините, начальником в Москве, не справился, как-то нехорошо, и пошла вот туда-сюда, не поймешь, что происходит, и началась эта неразбериха. Следующая замазка, в которую втянул Ермак, лично Зеленского, это история с открытием Ермака уголовных дел на сына Байдена, а следовательно на вице-президента США, будущего президента. Помните этот памятный разговор по телефону между Трампом и Зеленским, которым Трамп сказал, что хотите получить деньги, хотите джевелины получить, он их заморозил, 200 миллионов, по-моему, заморозил, откройте уголовные дела, объявите об этом, и тогда я, может быть, рассмотрю этот вопрос. Ну и тут же бурная деятельность Ермака, которая полностью задокументирована в слушании я в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, когда он по своей инициативе вошел в контакт с доверенным лицом Трампа Джулиани, обсудили, как это нужно делать, и со всем своим рвением Ермак смог открыть, сделать так, что сразу несколько правоохранительных органов Украины открыли уголовные дела на Бурисму, понятно, что на сына Байдена, понятно, что против Байдена. И когда меня сейчас спрашивают, как так получилось, что Байден пожал руку Ермаку, я вам дам однозначный ответ, ему не доложили, я вам дальше расскажу, почему, потому что если бы доложили, то я боюсь, что характер поддержки со стороны США в Украине мог бы быть несколько иной, хотя я и надеюсь, что значение сейчас взаимоотношений и помощи Америки и Украине сейчас настолько велико, и Байден, да и многие другие политики на Западе, они настолько понимают важность геополитики, что, может быть, может быть, понял бы и простил, я имею в виду Байден Ермака, но тем не менее, дальше расскажу, думаю, что ему не доложили, он еще не знает, кому он сжал эту руку. Ну, потом, значит, импичмент Трампа на основании этого разговора, который всплыл, ЦРУ засветило, дальше мы будем говорить ЦРУ, ЦРУ с тех пор в Утермаке находится под колпаком, причем серьезным колпаком, который, кстати, засветился, этот колпак, в тех документах секретных Пентагона, которые попали в последнее время в результате скандала с этим мальчонкой, пилотом или айтишником военным. Так вот, начался процесс импичмент, попала Украина туда, и когда президентом стал уже Байден, и вот была явно холодность во взаимоотношении администрации Байдена и Зеленского, и Зеленский приехал в США и дал видеоинтервью компании Аксиос, где он выражал сожаление, что не складывается отношение, ему сказал ведущий, ну вы же знаете, господин президент, в чем проблема, почему такое отношение, потому что открыли уголовные дела заказные, то есть Трамп не смог их открыть, потому что не было никаких оснований, даже через своего карманного прокурора, а через Ермака он эти заказные дела открыл в Украине. Согласно статье BBC, вплоть до начала Большой войны, именно Ермак оставался главным переговорчиком с Россией. И это нам объясняет очень много за вот этими скупыми строками, лично для меня объяснило многое, хотя я и раньше это знал, но мне нужно было подтверждение и другая мысль. Вот как так получилось, и многие зрители у меня спрашивают, как так получилось, что американцы с конца сентября за полгода до интервенции предупреждали Банковую о неименуемом вторжении. Сначала по разведывательным каналам, потом по политическим, потом, когда они видели, что их не слышат на Банковой, мало того, там еще дают отпор, типа не надо создавать тут панику, покажите, где ваши доказательства, если нету, а это разведывательная информация, какие доказательства, вам надо справку от Путина, что ли, вам разведывательную информацию дают, важнейшую, которую не делились никогда ни с кем, даже союзниками, ответ слышится, где ваши доказательства, если нет, нечего создавать панику, не мешайте нашими инвестициями за рубежом. Вот почему это случилось? Объяснение. Потому что именно Ермак оказался главным творцом внешней политики Украины, главным переговорщиком Украины со всеми партнерами или контрагентами, если хотите. И его главным доверенным лицом был Козак. И если он верил Козаку, докладывал Зеленскому, Зеленский верил Ермаку, Зеленский же тут с самого начала BBC пишет, он говорит, доверяю. Ермак верит Козаку, Зеленский верит Ермаку. А Козак говорит, что там давит, давайте процесс, давайте формулу Штанмайера, то есть, это все то, что там говорят американцы через Вашингтон-Пост, это все ерунда, и вот это объясняет, то есть, верили, верили не Соединенным Штатам Америки, а стране, которую формально называли стратегическим союзником, и который на деле доказал, что главный, что реальный, настоящий союзник, а верили вот этим из Кремля, которых разыгрывали как кролика, то есть, Козак уже Путин не все говорил, Путин манипулировал Козаком, Козак как кролика разыгрывал Ермака, а Ермак в свою очередь вот дезинформировал Зеленского, поэтому за два дня до войны, да, и я помню, я же был, это было 4 ноября, на шоу «Свобода слова», где вновь назначенный, вернее, свежеиспеченный министр обороны Резников, ссылаясь на наши разведывательные службы, говорил, что нифига нам ничего, никакая угроза не грозит, а все эти статьи в Вашингтон-Пост это для американских домохозяек, для того, чтобы объяснить, что есть такая страна, как Украина. Вот как, вот как, вот для меня отличное объяснение. То есть, Гитлеру Сталин верил, поверил больше, чем Черчиллю. Так и здесь получилось, благодаря стараниям Ермака. Дальше Вагнергейт. Вагнергейт это химически чистое предательство, абсолютное, абсолютное. Но это не только чистое предательство, для того, чтобы потом скрыть концы в воду. Было разгромлено, фактически был разгром Гура, его самой боевой, самой квалифицированной, эффективной группы разведчиков. все они были изгнаны, и по указанию Ермака, передавая через Буданову, это дело, вся документация, относящаяся к делу Вагнергейт, была уничтожена. А сейчас вы знаете дело полковника Червинского, проводится работа по нейтрализации тех, кто знает об этом деле. То есть, это вот герои эффективные, герои страны, эффективные офицеры ГУР, профессионалы. Вот должен я здесь вот что сказать. что не все документы, далеко не все, были успешно уничтожены. Копии многих из этих документов имеются в моем распоряжении. Я рассматриваю дело Червинского, попытки засунуть его за решетку, как стремление полностью погасить это дело Ермаком. Я не исключаю, что репрессии могут быть распространены на других офицеров из этой же группы. могут тоже быть брошены за решеткой, а возможно их жизни угрожает опасность. Поэтому со всей ответственностью предупреждаю, что я опубликую эти документы, если хоть кто-то из этой группы пострадает. И прошу принять это ко вниманию со всей серьезностью. Некоторые из этих документов для начала, чтобы поняли, что они у меня есть, я возможно опубликую в ближайшее время. Таким образом, что еще делает Ермак накануне Большой войны? Разгром Гру, дело Вагнера и затем уничтожение всего, что к этому относится. Следующая история это Наумова. Коротко я уже говорил, зафиксирую еще раз. Агент ФСБ, мы теперь это точно знаем, из организации политический центр на Котельнической набережной в Москве, которая является прикрытием ФСБ, звонит своему агенту Кулиничу, дает ему указание назначить Наумова первым заместителем председателя СБУ. Вы знаете, какая это должность? Кулинич не может это сделать, он всего-навсего полковник, для того, чтобы это назначение состоялось, запускается вся агентурная сеть, которую ФСБ имеет в Украине. Еще раз, вы понимаете, да? То есть, Кулинич получает это указание, сам не может сделать это назначение, он должен передать эту инструкцию, задание тому, кто может, и этот кто-то, он член этой агентурной сети, и он уже делает возможным назначение Наумова на эту должность. То есть, я вам говорил уже, что так, по большому счету, с одной стороны, это значит, что СБУ, да и в значительной степени, существенная часть, причем важнейшая часть государственного аппарата в Украине, была под внешним управлением ФСБ. А теперь мне скажите, кто этот кадровик, да и здесь пишется, что вслед за внешней политикой Ермак подмял под себя еще и внутреннюю политику, кто этот начальник управления негласного кадров в Украине, который может сделать так, чтобы Наумов, которого захотели иметь на этой должности из Москвы, был назначен. Догадайтесь, из двух раз, я думаю, что вы не ошибетесь. Это также объясняет, что произошло накануне, почему приезжал директор ЦРУ, американцы предупреждали, говорили, потом послали директора ЦРУ, он совсем приехал, все рассказал, все псу под хвост, потому что Ермак верил Козаку. Согласно статье в Би-Би-Си, последний предваренный контакт Ермака с Козаком состоялся 10 февраля 1922 года, по результатам которого Ермак отрапортовал украинской общественности, что договорились возобновить работу, разблокировать работу трехсторонней комиссии, прогресс налицо, ну, то есть, чего волноваться-то, прогресс налицо, значит, войны-то не будет 10-го числа. Ну, и следующий звонок, как говорит Би-Би-Си, сообщает нам, следующий звонок Козака Ермаку 24 февраля, в ходе которого Козак сказал, что украинцам надо сдаваться. Приехали. А теперь вопрос, многие задают, почему американцы не помогали предыдущие 6 месяцев и так далее, а кому помогать? Они же все это видели, ЦРУ это видела, знала, слышала, он под колпаком, Ермак, о чем говорят в том числе документы Пентагона, они видели и знают, откуда дует ветер, и кому помогать, если в ответ слышится, что это все фигня, все нормально, не мешайте нам жить и делать бизнес. А с другой стороны, государственный бюджет, в проекте в доконе государственном бюджете написано, что примерно половина этой части, примерно половина этого государственного бюджета будет сформирована за счет продажи излишков оружия, которое имеется в распоряжении Украины. То есть, люди в парламенте, в правительстве считали, что накануне войны у Украины было излишки продукции. Ну, в этой ситуации, как, я представляю себя на месте директора ЦРУ, который говорит Остину, ну, сейчас мы поставим им что-нибудь, они начнут быстренько продавать, и так бы, так бы, наверное, это и продолжалось бы, бизнес бы шел, помимо великого будивництва было бы еще великое, великое распродажа. Поэтому не помогали, наверное, и начали помогать, только, вернее, как, помогли все-таки британцы, несмотря ни на что, понимали, что, ну, нельзя, вот есть, есть, есть агентура российская, но нельзя отдавать всю страну, Украину, народ на откуп этой группе, в конце концов, с ней можно будет решить вопрос, рано или поздно, надо все-таки спасать страну, поэтому были и американцами, и британцами поставлены несколько тысяч ракет, против танковых ракет, прежде всего. Ну, и дальше война, дальше, как пишет BBC, Ермак стал полноценным правителем страны, он руководит всем, он руководит закупкой, он руководит гуманитарной помощью, которая вскоре начала разборовываться в промышленных масштабах, скандал в Запорожской области, само же СБУ говорит, что это только часть всего, но потом туда едут Арахами и Ермак, все затихает, но всем понятно уже, всем понятно, то есть, на Западе уже поняли, что поставлять те энтузиасты, которых я лично знаю в Америке, поняли, что поставлять гуманитарную помощь в Украину смысла нет, будет разворовано. Дальше, значит, тайные закупки оружия, тайные, потому что Ермак назначает одного из своих партнеров, одной из компашек, с тем же Эммануиловым по фамилии Шарапов, который проводит все свои операции в тайне даже от министра обороны. Бац, теперь мы узнаем, что за прошедшее время, сколько, 9 миллиардов гривен, почти 243 миллиона долларов, это почти 4 в 16-х, господа, а если взять еще деньги, которые были на золотых яйцах резников подняты, и это, и это только часть того, что удалось обнаружить, что удалось обнаружить, потому что документы в значительной части были переданы центральным произведывателям управлением. Так вот, там окажется, что в офшоры были выведены одна, а то и две эскадрильи F-16-х. То есть, дошло до того, я уже сейчас к заключению подхожу, дошло до того, что ЦРУ вынуждено было слить информацию через с Эймора Хершем, репутация которого в качестве источника информации о ЦРУ безупречна, знаете, в Соединенных Штатах, безупречна. Ну, вот у меня много спрашивают, а как там в Америке отношение к Ермакову? Кто-то там руку ему подал? Ну, насчет Байдена, я думаю, берегут просто его ближайшее окружение, берегут его нервную систему, не докладывают. Думают, ну, мы разберем. А ЦРУ, да, ЦРУ работает и собирает, все это идет туда. ЦРУ зло просто. Серьезность и не зло. И вы видите, что из утекших документов Пентагона, ну, сколько их там утекло, в конце концов, по сравнению со всей экипой, которая существует, и то указание. Ермак под Колпаков, никто, никто другой, Ермак, второй Буданов, кстати. Так вот, что в Соединенных Штатах по этому поводу, раскол. С одной стороны, спецслужбы, которые знают все, и которые слили через Херши информацию, что во время визита в Украину накануне войны Бернс привел в список из 35 высших должностных лиц Украины и потребовал от Зеленского их убрать. И какого же было их разочарования, когда через некоторое время увольняется 10 из них, и дальше цитирую, и не сделано ничего более. Точка. Поэтому сейчас такая ситуация, что спецслужбы, я повторяю, они в бешенстве, и они требуют резких, решительных действий. Сейчас, не дожидаясь, когда час настанет. С другой стороны, это Салливан, который, наверное, многим известен как человек, который, ну, скажем так, в некоторой степени с пониманием призывает к пониманию позиции Москвы. И это интересно. Именно он сейчас говорит, что на начасе, примерно, да, то же самое, на начасе. Давайте подождем, будет победа, и тогда мы с этим делом разберемся. Ну, я думаю, что Салливану ждать осталось, вернее, на его должности недолго, во всяком случае, до конца 24-го года, но вряд ли дольше. А вот ЦРУ оно останется. И я просто не знаю, чем думают тот же самый Ермак, где он собирается, куда он собирается уносить ноги, потому что, я повторяю, народ, народ здесь просто в бешенстве. Итак, если посмотреть, значит, с тем, что происходит после войны, вернее, в ходе войны. гуманитарная помощь, завал под руководством Ермака, министерство обороны, где самым главным, самым лаковым куском, самым денежным руководит второй человек с концами, с Москвой, этот Шарапов, бизнес-партнер Эммануила, Рахмимова, Эммануилова и этого самого Ермака, тоже завал коррупция страшнейшая и больше всего, что волнует отлично меня и соответствующее учреждение правительства Соединенных Штатов это попытки, попытки этой банды Ермака, лезь дентуры, лезть в дела руководства ВСУ, потому что, ну, ситуация у Путина все хуже и хуже, все более отчаянная, и поэтому действия резидентуры становятся все более наглыми и отчаянными, и поэтому нужно, нужно иметь это в виду, и не нужно никоим образом это допустить. Меня очень беспокоят взрывы, крупные взрывы в последнее время складов оружия, боеприпасов, которые были поставлены для наступления ВСУ в последнее время. Это свидетельство о том, что в стране в полный рост работы пятая колонна. Я не знаю, как там на низовом уровне, но то, что она существует в центре, я в этом не сомневаюсь. И тем не менее, дорогие друзья, заканчивая это видео, поражаю глубокое убеждение, что враг будет разбит. Слава Украине и её вооружённым силам, Мордор будет разрушен, как ранее был разрушен Карфаген, добро победит зло, а вам, дорогие друзья, здоровья, крепости духа, твёрдой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»